В течение недели украинские каратели более 20 раз обстреливали позиции Народной милиции ЛНР, нарушая режим прекращения огня и применяя при этом запрещенные минскими соглашениями вооружения. В результате минометного обстрела 26 апреля тяжело ранен один военнослужащий Народной милиции. Вчера украинские каратели 8 раз подвергли обстрелу нашей позиции в районе населенного пункта Калиновка. Украинские оккупанты ввели огонь из БМП более 70 выстрелов, СПГ более 180 выстрелов, а также из зенитной установки и различного стрелкового вооружения, которое подсчету не удается из-за плотности огня. Украинские СМИ продолжают использовать лживую информацию на сайте Главного управления разведки Украины о русской оккупации Донбасса, а также всеми способами пытаются оболгать и выставить военнослужащих Народной милиции ЛНР как военных преступников и захватчиков. От лица Народной милиции и руководства республики в очередной раз заявляю, что на территории ЛНР вооруженных сил Российской Федерации нет. В наших рядах проходят службу только добровольцы, которым не безразлична судьба нашей молодой республики. Разведка Народной милиции продолжает фиксировать наращивание личного состава вооруженных сил Украины и тяжелого вооружения на линии соприкосновения сторон. Так, в населенном пункте Станица Луганская прибыла колонна военной техники вооруженных сил Украины в составе 4 грузовых автомобилей «Урал» с личным составом 10 танков Т-64, а также 6 самоходных артиллерийских установок. Также стало достоверно известно, что в населенном пункте Рассвет прибыло подразделение, сформированное из лиц осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, специально освобожденных из мест лишения свободы. Нарушение минских договоренностей украинской стороной подтверждает и специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в своих ежедневных отчетах. Так, в нарушении соответствующих линий отвода миссия обнаружила РСЗО БМ-21 вблизи контролируемым правительством Украины населенного пункта «Золотое». Также выявлено отсутствие 5 минометов, 1,82-мм и 4,120-мм минометов в местах постоянного складкового хранения вооруженных сил Украины. В Минске продолжается заседание трехсторонней контактной группы. На встрече планируется обсудить организацию безопасной работы пунктов пропуска на линии соприкосновения в дни пасхальных праздников. От имени руководства республики и командования народной милиции и мирных граждан хочу официально обратиться к украинским силовикам, поддержать благие начинания и объявить с нуля часов 30 апреля пасхальное перемирие и строго соблюдать режим тишины на Пасху и майские праздники. Со своей стороны командование народной милиции гарантирует соблюдение режима тишины по всей линии соприкосновения сторон. Субтитры создавал DimaTorzok